Эйнмен представляет Они среди нас В фильме снимались Джилл Беллоус, Максим Рой, Врюс Динсмор, Марк Камачо, Джесси Тодд, Дэвид Шааб, Нил Напье, Изабелла Расселини и Джад Нельсон Оператор Дэниел Вильнёв Композитор Нед Бухоласса Продюсеры Ирэн Латинский и Франсуа Сильвестр Авторы сценария Джошуа Хейл Фиалков, Марк Уитон, Кристиан Форд и Роджер Софер Режиссёр Адам Вайсман Whitefield Industries при поддержке мэра и городских властей намерена обеспечить здоровье американских граждан Болезни поразили наш великий город И бостонская чума грозит распространиться по всем восточным штатам Но помощь на подходе Мы увеличили выпуск очищенной питьевой воды Whitefield А вскоре на рынок поступят овощи, выращенные без химикатов Их поливают только чистейшей водой Whitefield Hydra Buer В эти неспокойные времена Whitefield Industries борется за здоровье каждого человека В этой стране И во всем мире Я Питер Уайтфилд, предлагаю вам попробовать Hydra Buer Воду для жизни Whitefield Industries Ферма Органикс Ладно, ты готова? Давай проверим ещё раз В 12.15 охранник проходит северо-западную точку Ты активизируешь машинку и направляешь её в здание главного склада Это их отвлечёт Бежишь 400 метров до юго-восточного входа У тебя мало времени Икония, ты должна найти доказательства Следующий Следующий Личные вещи сюда Принеси улики ко мне в мэрию Я уже достану образец крови Тогда мы и расскажем о своих находках Это должно прекратиться сегодня Редакция Бостон Дэйли Войдя в здание фермы Органикс Изолируйте место взрыва Понял, но как нам тушить пожар, если Уайтфилд не открывает чёртовы ворота? Это шанс попасть в королевство чистоты нашего героя Лиза, когда-нибудь всплывёт история, способная удовлетворить твои амбиции Но сегодня дай пожарным заниматься своим делом Лиза Уоллес Здравствуйте, Лиза Мистер, обличитель заговора Сегодня не очень удачный день Удачный Вы получите доказательства Это связано с очисткой воды? Приходите в мэрию Сектор G12 Хорошо Хорошо Приходите в мэрию Мисс Уоллес Рада наконец познакомиться, мистер Ламберт Значит, вы из гидроресурсов? Там вы узнали о заговоре Не об этом речь, Лиза Ждите здесь Я... Здесь Вы поняли? Да Кабинет мэра Чем могу помочь? Мэра здесь нет Сэр? Сэр! Где он, чёрт возьми? Я вызываю службу безопасности Чёрт! Господин мэр, это срочно Проверьте южный выход Мэра стреляли, повторяю Мэра стреляли Нужны медики Быстро В поле убиты двое охранников Перекрыть все выходы Вперёд! Тёмные волосы, коричневый пиджак Вооружённый очень опасен Кажется, я видел его на втором этаже Я нашла их Нашла! Тейлор Мне отсюда не выбраться, Конни Не говори так Сейчас самое главное доказательство Они у тебя? Да, у меня Значит, всё не зря Тейлор Не смей опускать руки Конни Не сдавайся Конни! Руки за голову! Выходи медленно Не трогай пушку Вы как паразиты Стоит нам подумать, что убили всех И появляется ещё один Достаточно одного, чтобы предупредить Живой я вам не дамся Небольшая потеря для нас обоих Ты в порядке? Он забрал мой пистолет Иди, иди, иди Малыш Бостон-Дейли. Раздел «Загадки науки». Тальвица родила двух лам? Нет. Ты проверил двухголовую корову? Привет. Слышали о зоне 51? Я только что сбежала оттуда. Меня держали. Сообщение удалено. Я никогда не верила в инопланетян, но понимаете, мой босс... Сообщение удалено. Я был на кладбище животных и вдруг услышал их голоса. Сообщение удалено. Кладбище животных не стоит твоего внимания, Бен? Керло, этот парень говорил, что тараканы занимаются синхронным плаванием у него в унитазе. Когда наберешь материал для очередного приложения? Можно печатать хоть сейчас. Вопрос в том, насколько ты хочешь подпортить репутацию газеты. И твою репутацию, Бен. Думаю, пока она в безопасности. Может, это не предел твоих мечтаний, но это важно. Людям необходимы страшилки. Значит, я оказываю людям услугу? Если не нравится, почему не уходишь? Не знаю. Наверное, я раб привычек. Я прошу тебя, это необходимо для газеты. Сейчас страшное время, Бен. Мэра только что застрелили. Хэппи-энд уже не в моде. Людям нужны истории, которые пугают их до полусмерти, но которые никогда с ними не произойдут. Тогда они чувствуют себя в безопасности. Вот для чего нужно приложение загадки науки. Теперь ты понимаешь? Вау. Карло, я никогда не думал об этом. Мистер Уайтфилд, вы считаете это актом терроризма? Терроризма? Нет, не думаю. Возможно, вы знаете, что я пытался помочь мэру обеспечить горожан чистой водой и продуктами по цене, доступной любой семье. Штаб Уайтфилд Индустриис. Что скажешь? Грубо. Нет. Все просто и надежно. Одобряю. Проследи, чтобы отгрузка началась к пятнице. Стой! Я понимаю, тебе не по душе человеческая плоть, но мы должны быть осторожными. Мы должны сохранять видимость. Один промах, одна ошибка, и вирус знания распространится. Он может убить. Убить всех нас. Твоя человеческая кожа скоро регенерируется. Не двигайся. Майк, я не прошу прислать мне по факсу результаты вскрытия тела мэра. Ну, хотя бы почитай. У него были другие повреждения? Майк? Майк? Привет. Не знал, что ты в ночную. Случается. Вообще-то я знал, что ты здесь. Тебе что-то нужно? Убийство мэра – серьезная история. Не каждый день такое происходит. Я зашел пожелать тебе... Прости, но я не считаю тебя амулетом, приносящим удачу. Это было давно, Лиза. Да. Наше прошлое по-прежнему держит меня здесь. В этом здании. В этом городе. Рядом с тобой. Это подло. Правдиво, но... Слушай, Лиз. Мне нужен второй шанс. Я хочу вернуть тебя. Я знаю, что ты излишься. И должно пройти время. Ну, давай выпьем по чашке кофе, прогуляемся, поговорим. Хочешь второй шанс? Стать друзьями? Любовниками? В любом случае, мне нужен человек, который окажется на месте, когда будет нужен. Слишком поздно, Бен. Молодец, Бен. Где Уоллес? Где она? Гоняется за своей мечтой. Заткнись. Почему ты в ее кабинете? Она моя подруга? Хорошо. Вставай, ты должен вывезти меня из здания. Запомни то, что я сейчас скажу. Существует заговор. В него вовлечены высшие чиновники города и Уайтфилд. Ясно. В пробирке кровь мэра. Я взял ее сразу после того, как убил его. По-твоему, выглядит нормально? Может, он много курил? Вы не обращались в загадки науки? Я только что убил мэра. За мной охотятся все копы города. Еще одно убийство ничего не изменит. Да, но поймите, сложно сосредоточиться, когда на тебя направлен пистолет. Когда это началось, нас было 20. Сегодня утром нас было двое. Теперь только я. Единственный, кто может что-то сделать. Так что, не будь уродом и послушай меня. Ладно. Вода Уайтфилда – разносчик бостонской чумы. Вода заражена? Чума – это гораздо хуже, чем любое заболевание. Мы не знаем, что это. Слушай, я не жду, что ты или кто-то другой поверите мне без доказательств. Пожалуйста, передай эту кровь Лизе. Я передам. Пусть она сделает анализ. А потом расскажет всем об этом. Этот коридор ведет к выходу? Да. Через спортзал, но там, наверное, полно полицейских. Вы и квартала не пройдете. Там бассейн? Да. Когда ты в последний раз плавал? Не помню, пару недель назад. Это так важно? Ты ведь не болен? Это что еще? Просто отдайте мне пробирку. Вы можете мне доверять. Я передам ее Лизе. Я передам Лизе. Эй! Это или нет 34. Мы едем на Банхове. Банхове. Из-за Коста-да. Продолжение в Казах. КОНЕЦ Не с места! Он пришел в газету. Мы знаем, что он говорил с вами, и вы хотите, чтобы мы поверили, что это простое совпадение? Я редактор раздела Страшилок. Может, он думал, что я могу вызвать НЛО, и оно его увезет? Ясно. Значит, пока вы помогали ему сбежать через спортзал, он ничего не сказал? Почему же задавал соответствующие обстоятельства вопросу, есть ли другие выходы, умею ли я плавать? Я не понимаю, не понимаю. Вы всегда были третисортным репортером, но написали парочку хороших статей. В какой-то момент вы даже казались восходящей звездой. Ну и где вы теперь? Вы обычный неудачник. Говорите, как моя мать. Знаете, что я думаю? Я думаю, что вам осточертело тащиться в хвосте, что если бы вы могли раздобыть сенсацию, она бы вытащила вас из дерьма. Значит, вы думаете, что я завел дружбу с каким-то психом, чтобы, когда он выполнил свой план, мой материал оказался на первой полосе. Так вы думаете? Я не знаю, что думать. Вы мне ничего не говорите. Я рассказал обо всем, что произошло. Может быть, вы видели что-то? Или он дал что-то? Дал. В нос. Слушай, идиот, этот человек убил мэра. Это ничего для тебя не значит? Значит, он верил во что-то. Твердо верил. Идиот. Он лжет? Возможно. Я думаю, Ламберт передал ему что-то. И он это скрывает. Почему, сэр? В его квартире и кабинете ничего не нашли. Какие у людей мотивы, Брэдок? Что? Посмотри. В нем полно секретов, страхов, пренебрежения. Все это плавает в протеиновом коктейле, связанном пятью килограммами минералов. Да, но он наша единственная ниточка. И мне было бы гораздо проще, если бы я знал, что ищу. Смысл жизни ищешь. Разве недостаточно быть преданным и исполнительным? Отпусти его. Что? У него есть права, верно? Черт. Как думаешь, Ламберт искал кого-то другого? Если да, он должна сообщить полиции. Они перевернули кабинет Бена вверх к дну. Прости, но если Ламберт хотел поделиться какой-то информацией, он опал не на того человека. Иногда новости приходят к тебе, а иногда к Бену. Давай, возьми трубку. Лиза? Привет, Бен. Прости за то, что я наговорила. Серьезно? Да. Может, поднимешься ко мне, поговорим? Выпьем по чашке кофе? Я пойму, если ты откажешься. Нет, 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 я сейчас. Серьезно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Lisa? Lisa? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спокойно. Господи! Привет. У тебя есть ключ? Ну... Я просила вернуть. Я нашел его, как раз собирался это сделать, но... Зачем ты мне позвонила? Может, расскажешь? Я всего лишь не дала копну схватить тебя вместе с доказательством. И где она? В надежном месте. В надежном? И все? Да? Лис, я рисковал жизнью ради этой штуки. Благородно, но не в твоем стиле. Заставляет задуматься, зачем. Может, ты знал, что она заинтересует меня? А может, я сделал это, потому что чувствовал себя твоим должником? Мы не говорим об этом. Ладно, я не говорю об этом. Я знаю, от чего ты отказалась, чтобы остаться здесь со мной. Я все испортил. Прости, что я все еще чувствую за это ответственность. Тот парень сказал, что это черная жижа из мэра. Это так. Я видела. Ты была там? Да. Мы должны все выяснить. Не здесь. Я знаю место. В чем дело? Спасибо. Что? Больно. Исследование спермы? Бенжи? Как мой? Привет. Привет. У нас не часто бывают такие, как вы. Те, у кого нет спермы, которые нужно исследовать? Окупается. Одну минутку, вы... Да. Это она. Все? Теперь можно идти? Хорошо. Спасибо. После тебя. Вот так. Нут. А где все? У них чума. Департамент здравоохранения поместил их в больницу на карантин. Кажется, помогло. Я еще здоров. Здорово, что вы снова вместе. Нет. Мы не снова вместе. Друзья с привилегиями? Нет. Мы пишем статью. Парень, ты работаешь в правильном направлении, это я тебе говорю. Ну, нет. Кое-кто взял ее у человека. Вот это да. Или лучше профессиональный термин «фу». Это из мэра. Я подумал, ты сможешь выяснить, что это. Мигом. Сейчас же достану спектрометр, посмотрим, что у нас здесь. Через дорогу есть кофейни. Если хотите, 15 минут, и все готово. Почему ты мне не сказал? Что? Бен. Что? Бен, прекрати. А что я должен был сказать? Знаешь, милая, ребенок, которого ты хотела... Да, причина, по которой мы расстались... Это мой небольшой недостаток, и проблема не в тесном белье. Это редкая генетическая аномалия, о которой никто из врачей никогда не слышал. Представляешь, ее назвали моим именем. Что-то все-таки будет носить мое имя. Круто, да? Здорово. В этом есть и хорошее. Да. Просвети. Важно то, что ты боролся. Ты позаботился выяснить причину. Ничего не изменилось. Ну, может, еще не все потеряно. На самом деле. Что? Добро пожаловать к нам. Что бы это ни было. Тед Пол Дженомикс. Уходи. Не то слово. Эта штука — загадка класса А. Уходи оттуда. Что? О чем ты говоришь? Парни, с пушками. С какими пушками? Уходи сейчас же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Власти все еще выясняют причины власти все еще выясняют причины взрыва в бостонском здании Уайтфилд Индэстриис. Эвакуированные жертвы чумы, которых там лечили, утверждают, что Уайтфилд стоял за инопланетным заговором, цель которого заразить людей чумой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Официальные власти не принимают их заявления всерьез, считая это побочным эффектом от перенесенной болезни. Тем временем, похожий взрыв прогремел в здании Уайтфилд в Небраске. Прощай, Уайтфилд Таёва. Чем займемся вечером? Нам еще нужно посетить пять заводов. Едем? Только если добавим еще один пункт. А, что в Рассине, Висконсин? Самая высокая концентрация кондитерских в США. А. И... Нанасплайс Дженетикс удовлетворит любые потребности твоей 15-й хромосомы. Может, и правда получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поведу я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Релиз подготовлен в аногрупп.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok